Добрый день, уважаемые коллеги. Рада видеть вас на последнем вебинаре нашего трека 2019-2020 года, который вновь посвящен программе PowerPoint, а конкретнее мультимедийным форматам. Как обычно, все вопросы, которые возникают у вас по ходу вебинара, пожалуйста, задавайте сразу. Я успеваю смотреть чат и на них отвечать. Так у нас с вами получится полноценный диалог. И в конце вебинара я скажу несколько слов о своем курсе, который стартует 9 июня. Ну а сейчас, без долгих вступлений, начнем сразу с мультимедийных форматов. Собственно, что такое мультимедия? Почему мы говорим отдельно о каких-то файлах, не таких, как все остальное? Мультимедийный формат – это тот, который объединяет несколько разных способов предоставления информации. Я вижу, в чате пишут про файл субтитров, я про него расскажу уже ближе к концу вебинара, прямо отдельно делю ему внимание. Поэтому сама по себе презентация PowerPoint – это уже мультимедийный формат. Мы воздействуем на нашу аудиторию сразу несколькими способами. Например, показываем изображение, произносим текст, включаем видео или включаем какую-то аудиозапись и демонстрируем на экране какую-то дополнительную информацию. Но для того, чтобы презентация PowerPoint стала по-настоящему мультимедийной, по-настоящему объединила несколько разных способов подачи информации, мы добавляем к ней некоторые специальные файлы. Первый из мультимедийных форматов вы, конечно, все прекрасно знаете и постоянно им пользуетесь в презентациях. Это изображение. То есть любая картинка, которую вы добавляете в PowerPoint, уже может считаться мультимедийным форматом. Второй мультимедийный формат – это звук. Соединяя картинку и звук, мы получаем третий мультимедийный формат – это видео. Вот теперь задача. Что будет, если нам нужно заполнить эти пропуски между изображением и звуком и между изображением и видео? Какие еще мультимедийные форматы сюда входят? Во-первых, мы можем разделить любое изображение на растровую графику и на векторную графику. Мы уже уделяли немного внимания этому вопросу на бесплатных вебинарах в Директ Академии. Сегодня еще раз повторим основу, чем растровая графика отличается от векторной и как добавить в PowerPoint редактируемые векторные файлы. Также к изображениям относятся скриншоты. У программы PowerPoint прекрасный инструментарий по добавлению скриншотов. Точно так же, как скриншоты, то есть снимки экрана, у PowerPoint есть видеозапись экрана – скринкасты. Причем скринкасты делать довольно удобно в PowerPoint, мы тоже на это все посмотрим, потому что сразу можно не только снимать экран, но и сразу озвучивать. Я вижу, что в чате пишут, что нет звука. Можем мы как-то проверить, есть у нас аудио или нет. Так, все есть. Хорошо. Тогда продолжим. Мы сегодня пройдемся вкратце по всем вот этим вот мультимедийным форматам, которые мы разделим на три большие категории – изображение, звук и видео. Итак, по изображениям. Как я говорила, с этим форматом мы работаем чаще всего. Он у нас является, можно сказать, прямо обязательной частью джентльменского набора при создании слайдов. Это могут быть какие-то картинки из интернета, это могут быть ваши собственные фотографии, иллюстрации, стоковые изображения, иконки, какие-то служебные элементы, нарисованные средствами самого PowerPoint и так далее. Самое главное, что мы должны знать о изображениях, это то, что они делятся на две большие категории – на изображения растровые и на изображения векторные. Особенно эта разница важна вне PowerPoint, когда мы работаем с типографскими файлами, готовим файлы к печати, ищем какие-то подходящие иллюстрации. PowerPoint немного по-другому работает с растровой векторной графикой, в частности, он может пережимать изображение, из-за чего разница становится не так видна. Тем не менее, когда вы подгружаете картинки, обращайте, пожалуйста, внимание на то, в каком формате у вас они находятся. К растровой графике мы относим JPEG – это цветное изображение. Каждый пиксель на этой картинке цветной. Например, это обычная фотография. При увеличении, если мы очень сильно увеличим изображение, мы можем увидеть прямо вот эти самые отдельные пиксели и понять, какой из них какого цвета. Второй формат растровой графики – это PNG. Он во многом похож на JPEG, но у него есть прозрачные пиксели. Это те же самые иллюстрации, но, например, на прозрачном фоне, который очень хорошо, очень удобно накладывать на слайд с фоном. Если вы не можете найти подходящий вам файл в PNG-формате, вы всегда можете воспользоваться онлайн-сервисами, которые помогают убрать фон и подготовить как раз такой хороший PNG-файл. Третий формат растровой графики – это TIFF. Обычно в таком формате у нас выводятся сканы. То есть большинство сканеров по умолчанию пытаются отсканировать самый такой большой, самый тяжелый формат TIFF. Он еще может быть и многостраничным. То есть кажется, что один файл, но есть малозаметные кнопки перелистывания страниц, и там оказывается сразу 6, 10, 15, сколько угодно отдельных листов. У TIFF очень хорошее качество, но файлы сами по себе тяжелые. То есть поставить презентацию вы их можете, но такая презентация будет довольно много весить. И, наконец, BMP-файл – это привычный формат для тех, кто работает с рисунками Windows. Они тоже довольно тяжелые и не самый лучший формат для того, чтобы ставить его в презентацию. То же самое по векторной графике. Какие у нас основные форматы? Я, кстати, заменила TIFF. Обратите внимание, я перенесла в этом столбике TIFF на правую сторону к векторной графике, потому что этот же формат может быть и векторным, а не просто растровой графикой. А на его место добавила GIF. Если вы добавляете GIF-файл в презентацию, то у вас будет картинка первого кадра серии. У вас не будет файла, который проигрывается без каких-то дополнений, расширений, дополнительных макросов. То есть GIF всегда будет тоже вставляться в виде обычной картинки. К векторной графике мы относим PDF. PDF-файлы будут показываться как превьюшка, причем очень низкого качества. То есть будет такой небольшой, очень размытый файл. Но по нему можно будет, например, два раза кликнуть, и он откроется в просмотрщике, например, в Acrobat Reader в полном нормальном качестве. Но именно как картинка для презентации он не подходит. TIFF-кадр тоже как экспорт векторного файла. То есть в любой программе в векторном редакторе вы можете сохранить векторное изображение как TIFF. При этом размер у него будет средний, нормальный размер для того, чтобы сохранять презентацию с ним. А качество будет очень и очень хорошим. Я увеличивала изображение до 1000% и качество не терялось. Все контуры, все изображения оставались по-прежнему четкими. SVG-файл. Это тоже вывод векторного формата. Файлы сами по себе очень и очень легкие, буквально несколько десятков сотен килобайт. Они прекрасно ставятся в презентацию, прекрасно масштабируются. То есть как бы вы их ни увеличили, они по-прежнему остаются четкими. Но у них PowerPoint предлагает меньше параметров форматирования. То есть если обычное JPEG-изображение мы можем перекрасить, повысить контрастность, уменьшить яркость, то для SVG-файлов это недоступно. В каком виде вы их вставили, в таком виде они будут в презентации. И, наконец, очень интересный формат. Очень интересный и в то же время очень непопулярный. Это EMF. Это специальный формат, который предназначен для вставки векторных редактируемых файлов в PowerPoint. Когда вы ставите такой файл, его можно разобрать на части, как обычный набор смарт-объектов. И, соответственно, с каждой из этих частей можно работать по отдельности. Сейчас я покажу, как это выглядит. Я взяла изображение. Это векторный файл в формате Adobe Illustrator AI-расширения. И через Adobe Illustrator я конвертировала его в формат EMF. Этот формат проставлен по умолчанию в большинстве векторных редакторов. То есть и Adobe Illustrator, и бесплатный InkSpace, и другие векторные редакторы позволяют найти именно это расширение для сохранения векторного файла. Теперь этот векторный файл мы будем разгруппировать. Я щелкаю на нем правой кнопкой мышки, выбираю пункт «Группировать». И у меня, как видите, активно строчка «Разгруппировать». Значит, этот файл редактируемый. Обычно PowerPoint спрашивает меня после этого, это импортируемый рисунок, а не группа, мне нужно его преобразовать. Мы соглашаемся и получаем вот такой вот редактируемый файл. Как видите, можно выделять по отдельности разные элементы. Однако из-за вот этой вот проблемы конвертации у нас часто бывает вот такая вот картина. Элементов немного, а слоев очень и очень много. То есть вот в этом вот довольно небольшом файле более 500 отдельно стоящих слоев. И если поставить перед собой такую задачу, найти все слои, относящиеся к одному рисунку, то вы можете получить вот такое вот изображение, которое будет разбираться на части. То есть, как видите, здесь 10 слоев, которые склеены в один такой простой текстовый бабл. Я даже не все из них показала, потому что большинство из них – это вот третий элемент, только с разными степенями насыщенности цвета. Где можно найти векторные редакторы? Редакторы, то есть программы, в которых можно работать с вектором, можно просто найти в интернете по запросу, но, скорее всего, вам будут показаны платные варианты, например, тот же самый Adobe Illustrator. Из бесплатных вариантов я сама работала и очень рекомендую. Это программа Inkspace. Она, в принципе, во многом соответствует по возможностям платным редакторам, довольно удобно и можно работать с русским интерфейсом. Сейчас я напишу ее название. Вот так вот. Можно ли ссылку на вебинар, где объясняются понятия растровой и векторной графики? Это тоже есть выложено на YouTube-канале. Я посмотрю это в конце вебинара. Так. Это что касается векторной графики, как она выглядит. Про растровую графику мы поговорили. У нас остался последний, третий пункт – это скриншоты. У PowerPoint прекрасный инструментарий для работы с скриншотами. В принципе, как и у всего пакета Office, очень удобен. Я всегда пользуюсь только штатными средствами. Мне этого более чем хватает. Для того, чтобы найти инструмент, нужно зайти во вкладку «Вставка». И вот здесь вот будет прямо кнопка «Снимок». И можно сделать этот снимок двумя разными способами. Первый вариант – это просто сделать снимок окна. Вы выбираете окно программы. Они здесь все представлены миниатюрами. Можно посмотреть, что в этом окне находится. И просто на него нажимаете. У вас сразу на слайд добавляется полностью картинка, полный снимок вот этого экрана. Например, я сняла интерактивную доску в Мира. Второй вариант – это нижняя строчка, вырезка экрана. В этом случае у вас появляется такой курсор «плюсик», которым вы можете обвести только ту область, которая вам нужна. Действует по такому принципу. У вас открыт PowerPoint. Под ним есть какие-то другие открытые окна. Когда вы выбираете вырезку экрана, PowerPoint сворачивается, и вы можете сделать снимок экрана той программы, которая была под ним. Поэтому нужно сначала убедиться в том, что вы открыли то окно, с которым вы собираетесь сделать скриншот, потом PowerPoint, для того, чтобы они у вас свернулись в правильном порядке. Если у кого-то нет возможности скачать презентацию, пожалуйста, напишите мне на почту после окончания вебинара, и я вам все вышлю ссылками или напрямую в файл. Это функция есть только в десятке, в 2010 PowerPoint, в 2016 и так далее. Ее точно добавили в более ранних версиях, к сожалению, сейчас не помню. Презентацию надо пробовать параллельно с вашей лекцией? Нет. Презентация – это вам такая напоминалка о инструментах, про которые я сейчас вам рассказываю. Так, какие-то вопросы по скриншотам, по картинкам, по изображениям, что-то непонятно, что-то я, может быть, упустила. Пожалуйста, напомните мне, не стесняйтесь. По такому же принципу, как сейчас у нас работает скриншот, снимок экрана, по такому же принципу работает и видеозапись экрана. То есть, когда вы нажимаете кнопку «Сделать запись экрана», у вас сворачивается PowerPoint и активным становится то окно, которое было под ним. Так, алгоритм работы со скриншотами, вы можете все это посмотреть и напомнить себе в презентации. Все просто. Не забывайте, да, сначала вы открываете то окно, с которым хотите сделать снимок, потом разворачиваете PowerPoint. Когда вы нажимаете на кнопку «Сделать снимок экрана», верхнее окно, то есть PowerPoint, сворачивается и становится видно то, которое под ним. Ну, а теперь к более интересным разделам. Что мы можем делать со звуком? Аудио в PowerPoint кажется, что у нас довольно примитивные инструменты. Мы можем вставить звук, мы можем настроить так, чтобы он озвучивал всю презентацию, например, фоновая музыка. И на этом, пожалуй, все. Но это только на первый взгляд. На самом деле, если закопаться в настройке, если посмотреть руководство от Microsoft Office, можно найти несколько интересных возможностей, которые я сегодня вам покажу. Во-первых, PowerPoint поддерживает вставку всех распространенных форматов аудиофайлов. То есть тут можно не переживать, можно долго не думать. Он возьмет и MP3, он возьмет и Windows Media Audio и WAV-формат. То есть проблем с переконвертацией аудиофайлов у вас быть не должно. Во-вторых, у PowerPoint есть возможность не только вставить файл, но и самостоятельно записать звук с помощью окна презентации. То есть вы во вкладке «Вставка» выбираете звук и не файл с компьютера, а запись звука. У вас появляется возможность, такой небольшой окно, где вы просто включаете кнопку записи и просто наговариваете свой текст. Никаких дополнительных настроек нет. Все максимально просто. И третья возможность – это запись закадрового голоса. То есть прямо во время презентации, прямо вы включаете ее демонстрацию и просто-напросто начитываете закадровый голос. Это можно сравнить с форматом автовебинара, когда вы затем запускаете демонстрацию и даже вам самим говорить ничего не нужно. Тоже такая довольно интересная функция. Когда вы вставляете в презентацию звук, причем неважно каким способом, вставили ли вы его как отдельный файл или вы его записали прямо в окне презентации, у вас появится вот такой вот значок. Так, я вопрос по шрифтам вижу, я подскажу после модуля по звуку. У вас вставляется вот такой вот значок. Он состоит из двух частей. Верхняя часть – это символ, это иконка, которую можно изменять, которую можно скрывать, которую можно перекрашивать. То есть она работает как рисунок. И вторая часть, вот здесь вот ниже, это строчка аудиоплеера. Он, кстати, одинаковый, что на аудио, что на видео, просто обычная строчка плеера. С каждым из этих элементов PowerPoint работает по отдельности. Когда вы выделяете этот значок, у вас появляется не одна вкладка «Формат», а две вкладки «Формат» и «Воспроизведение». Формат отвечает за внешний вид значка, «Воспроизведение» отвечает за настройки аудиофайла. Про формат мы говорить не будем, это не так интересно. Перейдем сразу на вкладку «Воспроизведение». Вот, в принципе, все функции, которые нам доступны, они показаны здесь единой строкой. Первый набор – это закладки. Закладки отмечают определенное место в аудиофайле просто по тайм-коду. Выглядят они следующим образом. У вас в окне плеера появляются вот такие вот кружочки. Белые кружочки, те, которые сейчас неактивны. Желтые – это тот, на котором вы сейчас находитесь. То есть та закладка, которая в настоящий момент активна. Пробовала вставлять фоновую музыку. Подскажите, пожалуйста, где можно взять бесплатную музыку легально? Есть несколько сайтов, то есть их можно прямо искать по вашему запросу. По запросу запрос звучит так. «No copyright sound». По этому запросу очень много сайтов, очень много каналов на YouTube, где прямо выкладывается специальная музыка, которую можно вставлять в качестве фоновой легально. И вот мы взяли наш аудиофайл. Предположим, это не просто фоновая музыка, предположим, это действительно закадровый голос, то, что вы записали во время презентации, то есть это речь диктора. И что мы сейчас можем сделать с этими закладками? А с этими закладками мы можем сделать следующее. Каждая из этих закладок является триггером для срабатывания анимации. В окне настройки анимации мы выделяем элемент, выбираем триггер по закладке и нужный номер нам закладки. Например, диктор рассказывает про какое-то событие, и в определенный момент аудиозаписи появляются соответствующие фотографии. То есть мы можем привязать нашу анимацию не просто к каким-то другим объектам через триггер, но и даже к закладкам аудио. Это очень удобно, то, что вам не нужно резать, монтировать кусочки звуки, а можете сразу привязывать вот так вот напрямую. Это и, конечно, гораздо-гораздо быстрее. И есть еще один такой интересный момент, про который тоже мало кто знает. Сам аудиофайл тоже является объектом для анимации. Как обычно, анимация, вход, выход, движение применяются к значку. То есть мы можем сделать так, что значок будет появляться не сразу, а только по определенным событиям срабатывать. Но сам аудиофайл привязан вот сюда, к разделу мультимедиа. То есть когда у вас активен значок аудио, у вас появляется вот эта вот дополнительная настройка анимации. Можно настроить начало воспроизведения, остановку воспроизведения и паузу. Точно так же вы можете раскидать по слайду какие-то триггеры. Например, у вас есть один аудиофайл, в котором по очереди записано правильный ответ, неправильный ответ. Подумай еще. И когда участник викторины нажимает на вариант ответа, ему включается вот эта вот запись. Например, говорят, молодец. А теперь следующий вопрос. Вот таким вот образом вы тоже можете включать настройку анимации для звуковых файлов. Так, вы проводите более подробные платные, может быть, занятия. Я провожу с 9 июня курс по учебным презентациям в PowerPoint, где мы будем разговаривать об очень многих сторонах работы с этим инструментом. Так. И в качестве примера такая более сложная перекрестная анимация. Зеленый, зеленый, зеленая аудиозапись – это звуковой спецэффект. Например, стук в дверь, грохот проезжающего поезда. Синий аудиофайл – это, например, фоновая музыка или какой-то закадровый голос. Посмотрите на область анимации. Как один аудиофайл привязан к другому аудиофайлу. В определенный момент времени по закладке на синем аудио включается зеленое аудио. То есть прямо строго определенный момент времени начинается второй фоновый звук. А первый синий звуковой файл через какое-то время становится на паузу. После чего его снова можно будет продолжить с того места, на котором он остановился. Вот такие вот интересные перекрестные триггеры и закладки позволяют создать очень классные аудиовикторины. Например, тот же формат «Угадай мелодию» можно поставить закладки на первые две ноты, на три ноты, на четыре, на семь нот и на полный аудиофайл. И настроить разные кнопки с разными триггерами для правильного воспроизведения. Продолжим смотреть дальше. Следующая функция, которую нам Powerpoint предлагает, это монтаж звука. Здесь тоже все очень и очень просто. Не сравнить, конечно, ни с какими редакторами. Есть окно монтажа звука, в котором, в принципе, вы можете только подрезать. Либо передвинув зеленый и красный ползунок, либо точно выставив время. И есть возможность задать нарастание и угасание звука. Причем здесь есть, скажем так, предохранитель. Вы не можете поставить нарастание и угасание суммарно больше, чем длительность файла. Если у вас звук нарастает в течение минуты, а сам файл занимает минуту и десять секунд, то угасание вы можете поставить максимум десять секунд. Зачем это нужно? Иногда мы режем вот так вот звук. Например, взяли запись интервью, и нам нужно оставить только несколько вопросов. И в большинстве случаев грамотнее не просто обрезать звук, но и поставить перед ним небольшое угасание. Все равно есть какой-то фоновый шум, даже если запись очень качественная. Какие-то фоновые звуки, и их лучше плавно свести в ноль. Так, следующая возможность, следующая у нас настройка. Это вот самая большая часть окна. Это настройка воспроизведения. И справа от нее стиль музыкального, стиль звукового оформления. Стиль звукового оформления – это набор вот этих вот настроек, которые находятся от них левее. Их можно либо сбросить левой кнопкой, либо настроить так, чтобы музыка играла на фоне всех слайдов. Настроек здесь не так уж и много. Они, в принципе, все довольно простые, и вряд ли потребуется вам какая-то сложная настройка. Если нужно сделать фоновую музыку на протяжении всей презентации, то достаточно поставить ее на самый первый слайд, выделить и нажать на кнопку «Воспроизводить в фоне». Когда обрезаешь видео, при сохранении презентации изначальный размер видео сохраняется или соответствует обрезанному. Почему обрезанное видео весит больше исходника? Это как раз тоже очень интересный вопрос. Дело в том, что все медиафайлы, которые вы ставите в PowerPoint, они все сохраняются в оригинальном виде. Получается, что PowerPoint, даже если вы обрезали фотографию, они все равно там хранятся в оригинальном виде. Если вы вставляете видеофайл, он весит столько же, сколько он должен был, плюс к нему кусок информации о том, как именно он обрезан. Для того, чтобы избежать вот такого большого веса, вы просто при сохранении переконвертируете. То есть даже у каждой картинки можно нажать кнопку «Сжать исходное изображение». Точно так же в настройках сохранения, в настройках, в общих настройках PowerPoint есть настройка «Автоматически сжимать все медиафайлы». Так, не могу уловить, в какие разделы по Empower вы заходите. Все очень просто. Вы вставляете аудиофайл, выделяете его, и у вас появляются две вкладки. Первая вкладка – это форматирование. Вторая вкладка – это воспроизведение. Вот мы сейчас на этом слайде находимся на вкладке «Воспроизведение». Так, еще какие-то вопросы по звуку? Мне просто писали какое-то время назад, и как раз просили отдельно уделить внимание как раз звуковым файлам. Я надеюсь, что этот человек тоже смотрит меня сегодня и получил ту информацию, на которую он рассчитывал. Так, хорошо. Раз вопросов у нас по звуку нет, и мои слушатели уже перешли к обсуждению видео. Давайте я тоже передвинусь и поговорю с вами о видеофайлах. Здесь тоже очень и очень много всего интересного. Как делать угасание на последнем слайде, чтобы он заходил в темноту? Это делается просто настройками перехода между слайдами. То есть здесь не нужно ничего какого-то отдельного. Так, еще раз про сжатие, где можно автоматически сжать. Это нужно заходить в настройки самой программы и смотреть там. Я сейчас вот так вот не смогу переключиться и быстро, к сожалению, посмотреть. Так, видеофайлы. Видеофайлы в PowerPoint выглядят точно так же, как и аудиофайлы, только не значок звука, а картинка, обложка. И такой же плеер внизу. Видеофайлы в PowerPoint можно добавить двумя разными способами. Первый способ – это добавить с компьютера. И это как раз тот вариант, про который мы сейчас будем говорить очень и очень долго. Второй вариант – это добавить файл из интернета. То есть вставить, например, ту же самую ссылку на YouTube. И там будут некоторые отличия в работе с видеофайлами. Как убрать или уменьшить громкость встроенного видеосюжета, а поверх него записать свои замечания и звук. У вас точно так же идет вот видеофайл, как у меня сейчас вставлен на слайде. Вы сюда же вставляете свой аудиофайл. В настройках видеофайла уменьшаете громкость. В настройках аудиофайла убеждаетесь, что громкость больше. Громкость тоже во вкладке «Воспроизведение». Если вы выделяете видео, как видите, здесь панель редактирования, то очень похожа на панель редактирования аудио. Вам нужно найти вот эту вот кнопку «Громкость» и у видео «Громкость притушить». Так, давайте рассмотрим вот панель работы с видео и посмотрим, какие варианты для нас она предлагает. Первый раздел точно так же – это закладки. И работа с закладками в видео очень похожа на работу с закладками в аудио. Вы можете точно так же расставить несколько точек, также из них, которая активно будет выделена желтым цветом. И при этом в окне просмотра видео сразу будет показан соответствующий кадр. То есть искать, в принципе, здесь довольно удобно. Как вставлять видео, но не ссылки на видео. Вам нужно в разделе «Вставка» найти кнопку «Видео» и выбрать строчку из файла на компьютере. А если нужно вставить видео из интернета, я покажу немножко позже. Итак, мы расставили закладки в нашем видео. Точно так же, как с аудио, каждая закладка может являться триггером. То есть это удобно, если вы делаете, например, с детьми занимаетесь мультипликацией в студии или в кружке. У вас есть такой же видеофон, и вы на него по определенному времени накидываете анимацию из фигур. Можно точно так же привязать перекрестно анимацию одно видео к другому видео, аудио файл к видео. Но есть еще одна активная кнопка, которая для аудио была недоступна. Посмотрите, я выделяю видео. Иду во вкладку «Анимация», и у меня появляется четвертый вариант. Вот «Произвести», «Преостановить», «Остановить», и появляется кнопка «Найти». Что она делает и зачем она нужна. Это замечательная возможность. Если вы ставите такой довольно длинный видеофайл, предположим, возьмем снова интервью. На каждый вопрос корреспондента вы ставите закладку. То есть ставите вот такую активную точку. К каждой точке, то есть вы сначала выделяете закладку, потом нажимаете «Анимация», «Найти», и у вас появляется переход на закладку. Когда вы запускаете на полный экран видео, если вы щелкнете мышкой где-то за пределами видео на пустом месте слайда или презентации, у вас видео автоматически перескочит на нужную закладку. Опять же, так можно сделать, например, интерактивное оглавление интервью, а можно сделать киновикторин. Если вы загрузили какой-то эпизод кино или целую серию сериала, вы сможете разметить вот такими закладками и с помощью этого создать прямо богато иллюстрированную викторину. К тому же мы помним, что закладки не обязаны идти по порядку. Закладка номер 3 может находиться левее, то есть ближе к началу файла, а закладка номер 1 ближе к концу файла. И таким образом у вас путешествие будет не в хронологическом порядке, а именно в том порядке вы будете перемещаться по файлу, которым вам нужно. Согласитесь, это просто прекрасная возможность. Мне очень жаль, что я о ней не знала, когда разрабатывала в свое время видеовикторину. Так, смотрим дальше. Следующая возможность – это монтаж видео. Здесь у нас настройки точно такие же. Самое простое – окно, в котором мы точно так же можем подрезать начало и конец. И настройки угасания, настройки появления. Угасание и появление – это когда у вас экран из цветного, то есть из экрана с изображением уходит в черноту. Или наоборот, появляется из нее. Очень многие видеофайлы сразу монтируются с вот таким вот уходом в начале или в конце. Там его повторять не нужно. У меня 2016-я версия офиса. Я понимаю, что она может быть не самая свежая, но мне в ней комфортно и удобно. Так, вот теперь интересная возможность, и мы как раз добрались до того файлика, который вызвал у многих из вас вопросы. Самая последняя функция во вкладке – это вставить субтитры. У нас до сих пор «семерка» не операционная система «семерка», а речь идет именно о том, какой офис стоит. То есть у меня, мне кажется, и на «семерке» стоял 2016-й офис. В 2007-м офисе многие из этих возможностей есть. Может быть, немного меньше работы с интернет-файлами. По-моему, 2007-й уже вполне нормальный и работоспособный офис. Вот 2003-й, там, конечно, победнее он на функции. Итак, еще одна прекрасная возможность для видеофайлов – это вставка субтитров. Если мы добавляем видео, мы можем прямо в PowerPoint-е добавить к нему субтитры. Например, вы вставляете какой-то ролик на английском языке, и к нему добавляете русские субтитры. Ролик на русском языке, английские субтитры. Я думаю, особенно интересно, это будет преподавателем иностранного языка такая хорошая возможность. Для того, чтобы вставить субтитры, нужен файл строго определенного типа. Если говорить правильно, он называется аж вот так вот. Расширение у него будет VTT. И выглядеть внутри он будет вот таким вот образом. Для того, чтобы вам было немного проще разобраться, я прикрепила файл с примером. Такие файлы создаются в программе «Блокнот». Когда вы попытаетесь его открыть, скорее всего, он у вас начнет капризничать, что я не знаю, чем это открывать. Нужно принудительно выбрать для него программу «Блокнот». Она есть на всех компьютерах под управлением Windows. И тогда вы сможете этот файл отредактировать. Главное его потом сохранить ровно в тот же самый формат. Создаются они следующим образом. Файл «Блокнота», пишутся субтитры определенным способом и затем сохраняются с расширением VTT. Выглядеть на практике будет следующим образом. Я выбираю «Добавить файл субтитров» и у меня в плеере появляется дополнительная кнопка «Субтитры». При ее нажатии у меня все варианты субтитров. То есть я не обязана добавлять только один файл. К одному видео может быть добавлено несколько файлов субтитров. Если они правильно переименованы, я тоже покажу чуть позже, как это делается. Если они переименованы правильно, то у вас будет написано русский, английский, то есть прямо будет полностью написано название языка. При запуске этого файла вы получите вот такие вот субтитры. Черный фон, белый текст, поверх видео накладывается. Больше трех строк текста смотрится некрасиво, то лучше всего остановиться на двух строчках. Никаких визуальных настроек здесь нет. Вот как нам дается возможность PowerPoint 1.11 вариант, только в этом варианте и можно выводить субтитры. Когда вы откроете, когда вы справитесь с открытием файла, который я для вас добавила, он есть как во вкладке ресурсы, так есть там же ссылка на Яндекс.Диски. Если испортите, если потеряете его, просто скачайте еще раз и попробуйте еще и еще по одному разу. Открывается он в программе блокнот. Там же вы меняете тайм-код и текст. Я написала в этом файле для вас довольно подробную инструкцию, что менять, что обозначают цифры, сколько строчек текста может быть, какую информацию из файла стирать нельзя. То есть вы его откройте, это все посмотрите и попробуйте сделать свою версию. Будьте внимательны на этапе сохранения. Мы этот файл сохраняем как? То есть не сохраняем именно этот, не обновляем, а сохраняем как новую копию. Выбираете, куда именно он сохраняется. Проверяете, чтобы имя файла было написано вот так вот в три блока. Название, понятное вам, точка, две буквы, которые обозначают язык, ru, n, s, d и так далее, точка, расширение, vtt. Тип файла обязательно должен стоять все файлы, иначе он сохранит его немножко в другом формате. И вот здесь вот ниже кодировка должна быть именно такая, как на скриншоте. Если кодировка будет другая, то вместо текста на экране появится очень много знаков вопроса. И после этого вы пересохраняете файл. Еще раз повторюсь, что я его не буду удалять из облака. Если по какой-то причине у вас с первого раза не получится, вы всегда сможете скачать и попробовать еще раз. Так, на этом вкладка воспроизведения у нас все закончилась. Все интересные возможности мы там посмотрели. И осталось еще пара слог о форматировании. Файл открылся, я очень рада. Когда мы выделяем видеофайл и идем во вкладку форматирования, у нас есть несколько функций, которых не было у рисунка. В первую очередь это функция замены обложки. Она находится у нас вот здесь. Что в нем менять? Вы в нем пишете свой текст, то есть пишете те субтитры, которые вам нужны. И меняете тайм-код, то есть ставите те секунды, те минуты, те секунды, чтобы у вас ровно под ваше видео появлялся правильный текст. Длина этого файла не ограничена. Если вы, например, час видео загрузили, вы можете хоть весь час расписать субтитрами. Например, сделать субтитры к какой-нибудь из серии сериала. Так, вернемся к обложке. Это вкладка формат, кнопка заставка. И здесь у нас есть три возможности. По умолчанию обложкой всегда становится первый кадр видео. Мы можем поставить обложкой текущий кадр. То есть сначала мы на видео находим нужный нам кусочек, и только потом нажимаем заставка текущий кадр. Второй вариант. Мы можем подгрузить любое изображение с компьютера, и оно встанет на место обложки. Тут главное, чтобы соотношение сторон совпадало у вашего файла и у видео. И, наконец, мы можем сбросить, и у нас обложка вернется к первому кадру. Вот все три варианта. Слева находится первый кадр видео. Посередине находится определенный кадр, который я нашла. И в конце я поставила свой файл. Это иллюстрация с прошлого вебинара. Как видите, у меня видео 4х3, а файл был 16х9, поэтому он сильно сжался и исказился при его подстановке. И еще одна функция, которая тоже находится на вкладке «Формат», это форма видео. Наш видеофайл не обязательно должен быть прямоугольным. Мы можем выбрать любую из представленных вот здесь форм. На самом деле можно нарисовать форму самому, но это очень-очень хлопотно. Проще выбрать какой-то из готовых вариантов. Например, я решила, что у меня будет видео вот такой формы. Как видите, оно меняется и на превью, то есть именно таким образом выглядит плеер. И при просмотре видео оно выглядит именно такой же формы. Причем субтитры накладываются сверху, они не обрезаются. Они всегда будут показаны полностью. Вот такой вот довольно интересный вариант. В принципе, я легко могу предположить, у него несколько интересных вариантов для презентации с геймификацией. Так, формат, заставка и активно только изображение из файла. Вам нужно видеофайли перемотать на определенный кадр и только потом нажимать за кнопку «Заставка». Если мы говорим о видео из интернета, то точно так же в меню «Вставка» видео мы можем просто в окне, в специальном окне указать URL-адрес. Он совершенно спокойно копирует, совершенно спокойно берет, например, те же самые ссылки из YouTube. Мы вставляем в файл YouTube и у нас получается вот такое же окно видео. Оно немножко по-другому выглядит. У него есть крупная кнопка «Плей». Чем оно отличается от варианта видео с компьютером? Несмотря на то, что вы можете менять ему форму, при просмотре оно все равно будет прямоугольным. Оно подтягивает именно YouTube-овский плеер и показывает именно из YouTube со всеми активными кнопками, со всеми ютубовскими субтитрами, со всеми интерактивными переходами на другой видеофайл. И вы не можете для такого вот видеофайла поставить свою обложку, вот именно текущий кадр. То есть из файла вы можете поставить, а текущий кадр взять вы не можете. В этом случае презентация будет показывать видео только в том случае, если у вас есть интернет-соединение. Это напрямую чтение потока будет с YouTube. Так, я вижу, что получилось справиться с текущим кадром. Замечательно. По видео какие-то вопросы, что-то еще непонятно, может быть, что-то я упустила. Задавайте, пожалуйста, не стесняйтесь. А я в конце нашего вебинара хотела бы еще несколько слов сказать о курсе, который начинается с 9 июня. Он будет посвящен презентациям для учебного курса. То есть мы будем говорить больше не о инструментах, но о принципах создания, разработки такой презентации. Чем отличается комбинированный формат от всех остальных, как создать правильную структуру, что будет отличать презентацию с геймификацией от презентации для самостоятельной работы, какие есть хитрости и советы для того, чтобы захватить и удержать внимание пользователя. И то, о чем мы с вами говорили на бесплатных вебинарах в этот год, будет являться только составной частью курса, только какими-то инструментальными моментами. Так, это не вебинар, это именно курс, который будет состоять из 8 вебинаров, из информации на сайте учебного курса и из общения в группе в Фейсбуке. Так, а я читаю ваши вопросы. При конвертации презентации в формат Windows Media Video сохраняются ли триггеры и закладки? Нет, чисто видео – это не интерактивный формат. Если вы хотите сохранить триггеры и закладки, вам нужно переводить презентацию в интерактивный формат, например, во Flash или в HTML5. Это не делается средствами самого PowerPoint. Так, можете ли скинуть объявления о курсах виде рекламы? Это, пожалуйста, к Татьяне Викторовне вопрос. Так, и еще был один вопрос, я его запомнила до самого конца, по шрифтам. Если PowerPoint не видит все шрифты, которые стоят на компьютере, возможно, шрифты находятся немного не в том формате, который PowerPoint понимает, потому что есть отдельно форматы Добовские шрифты, есть два стандарта ClearType и OpenType, и они тоже немножко по-разному воспринимаются компьютерами. Возможно, надо шрифты именно в правильном формате найти и переустановить заново. Для того, чтобы удобнее работать с шрифтами, у PowerPoint все-таки с этим беда, лучше, конечно, иметь отдельный менеджер шрифтов. Так, ну что ж, если вопросов больше нет, то я с вами на этом прощаюсь. Спасибо мне.